Доброй ночи! Добро пожаловать! Сегодня в этом году у нас Ночь Ушана Арбана. К сожалению, только онлайн. Я немного простыл. Слава Богу, не ковид, но все равно мы не встречаемся физически. И я очень надеюсь, что вы да слышали урок с прошлого года, где мы объясняли, почему мы на самом деле не спим в этой ночи, а именно изучаем Тору, и что именно мы изучаем. Мы говорили о том, что мы читаем пятую книгу Моисея. Надеюсь, что вы уже это сделали. Если нет, думаю, что успеете сегодня потом сделать сами, прочитать, насколько возможно, всю пятую книгу, книга Дворин, попробовать задуматься о том, что там написано, хотя услышать какие-то уроки об этой книге, это будет хорошо. И в прошлом году мы также говорили, у нас был урок, почему мы делаем семь хакофот, семь раз окружаем Тору, Слюляв, Этроги и так далее. Это будем делать завтра утром. Еще раз, к сожалению, из-за моей болезни у нас не будет миньян в Югмале, но если вы в наших краях, в Риге есть два миньян, слава Богу, вы можете в каждый из них зайти и участвовать в этом. И мы также изучали о разных вещах. Сегодня я говорил с другом, студентом, который сказал, что как раз услышал запись из одной из этих ночей Ошана Раба, которую мы читали в предыдущие годы, и урок был, слава Богу, очень релевантный. Сегодня, в первую часть сегодняшнего вечера, мы будем включать и потом делать паузу, и продолжим дальше. Я постараюсь разделить наши уроки на много короткие уроки, чтобы не были слишком тяжелые, слишком длинные, чтобы у нас было легко, можно будет достаточно времени сделать паузу, чай, кофе себе налить, чуть-чуть зарядку, знаете, лицо помыть. И в первую часть я бы хотел говорить о празднике Суккот, потому что все равно это седьмой день этого праздника, это завершающий день, это последний день праздника Суккот. Праздник Суккот длится семь дней. И в отличие от Песоха, что, например, в праздник Песох первый день и седьмой день является праздник, который в нем, для тех, которые соблюдают, мы включаем электричество, мы не используем электричество, это ни компьютер, ни телефон, не едем на машине и так далее. В Диаспоре это не только первый и седьмой день, это первый, второй, и потом это седьмой и восьмой день. В Суккот это не так, праздник Суккот у нас первый и второй день в Диаспоре, это праздник, мы уже это прошли. Сегодня был шестой день праздника Суккот, который для меня лично очень-очень важный, так как я в нем родился. Но также и сейчас седьмой день для меня очень важный, так как это день, который в нем моя бабушка ушла из мира, Так что я бы хотел, чтобы заслуга сегодняшнего урока была ради подъема ее души. София Батлейб, чтобы, дай Бог, эта Тора возвышала эту великолепную душу и приблизила ко Всевышнему. Праздник Суккот – это праздник будущего. Праздник будущего. Что я имею в виду в этом? Праздник будущего. И не просто праздник будущего, а это праздник, который указывает о грядущем мире. О том мире, который после этого мира, после того, что мы в том числе называем смерть. Когда мы смотрим в общем и в целом о наших праздниках, есть три главных праздники в Торе, они называются три регалин. Регаль – это нога, но не только. Регаль – это события, три события, три праздника. Это Песах, Шаврот и Суккот. Это те же праздники, которые в них есть заповедь подняться в Иерусалим. Из всех диаспор, когда храм стоял в Иерусалиме, все-все-все-все, эти три раза в году поднимались в Израиль, в Иерусалим. Даже те, которые могли каждый год, хотя они каждые несколько лет, точно в одно из этих праздников попали в Израиль, в Иерусалим, увидеть храм, участвовать физически. Не только через посланников. Физически участвовать в том, что происходит в храме. Праздник Песах – это праздник о прошлом. Потому что праздник Песах мы празднуем исход из Египта. То, что мы родились как народ, освободились от рабства. Исход. Очень хорошо. Праздник Шавлот празднует настоящее время. Почему? Потому что праздник Шавлот отмечает тот момент, который в нем мы получили Тору. И с тех пор каждый день мы получаем вновь Тору. Что имеется в виду, что каждый день? Потому что каждый день мой выбор, буду ли я принимать Тору, изучать и более важнее практиковать. И об этом, кстати, и мы говорили об этом в последний Шаббат, для тех, которые были у нас в Юрмале. Что много раз люди говорят, о, этот человек, да, я знаю его, он религиозный, он верующий человек. В чем это выражается, что он религиозный или соблюдающий человек? А он соблюдает Шаббат. В Шаббат он не едет на машине, не идет на работу. Или, о, он ест только кошерное, свинину не ест, осетрину не ест, молоко и мясо вместе не ест. То есть, религиозный человек, верующий человек, каждый утро одевает филин и так далее. То есть, мы смотрим на то, что верующий или религиозный человек, это тот, который соблюдает именно ритуальные аспекты Тору. Как будто, не дай Бог. Что означает, что мы должны принять Тору каждый день? Это то, что праздник Шаббат символизирует. Это то, что на самом деле более правильно было сказать. Вау, этот человек, он верующий, он соблюдающий, он религиозный. Это означает, что он честный человек. Что он от себя не будет воровать. Что он не будет врать и лгать. Вау, это верующий человек, значит, он обязательно хороший муж, хороший отец, хороший брат, замечательный сын. А, она верующая женщина, наверняка можно ей доверять. Она будет мой лучший юрист. И так далее. Но, к сожалению, когда мы говорим так, это звучит странно. Надо понять, что в истории, когда еще не было это дихотомия, или это разделение между религиозным и нерелигиозным. Не было такое. И тогда, если человек отказывался от какой-то веры, от своих богов, в нашем случае, конечно, мы понимаем, от одного, от Всевышнего. Это означало, что, скорее всего, он стал бандитом, он стал плохим человеком, грабителем, убийцей и так далее. В наше время то, что люди отошли от традиций, от религии, не обозначает, что они плохие люди. И что-то мы здесь потеряли, потому что Това, когда Това говорит о заповеди, о практике, в первую очередь она говорит о практике, о заповеди между мной и моими ближними. Между мной и другими людьми. Да, верно. Есть митцвот, есть заповеди между мной и Всевышним. Это жертвоприношение, то, что сегодня мы практикуем в форме молитвы. Шаббат, но тоже шаббат не совсем, потому что в шаббат тоже есть, как мы видим в книге, в Тове, в дворе, в том числе, что есть в этом что-то даже социальное. Часть Товы, часть Товы будет написано на шаббат, как что-то очень духовное или религиозное между нами и Всевышним. А в другом месте Товы говорит о том, что если это что-то социальное, что то, что я отдыхаю, значит, мои слуги будут работать, извините, отдыхать, или мои работники, даже мои животные, можно сказать, и отдыхают в субботе и так далее. И в итоге, если есть заповеди, которые мы называем ритуальные заповеди, которые там между мной и Всевышним, есть заповеди между мной и другими людьми, то, что между мной и другими людьми, если я кому-то сделал плохо, даже Йом-Кипу не очищает эту вину. И то понимать, что когда я падаю, я промахнулся, я упал в заповеди между мной и другими людьми. То есть я промахнулся, я упал, я сдался, и я не проявлял себя как лучшая версия себя. Это не просто грех между мной и другого человека, но это также в том числе между мной и Всевышним. В отличие, чем если вот то, что мы говорим о ритуале, что только между мной и Всевышним, а напрямую с другими людьми, как будто не касается. Из-за этого Тора мне говорит, праздник Шавот, это тот праздник, который я принимаю Тору каждый день, чтобы каждый день я принял, я хочу стать лучшей версией себя. Лучше отец, лучше сын, лучше муж, жена, сестра, мама, коллега, работник, руководитель, человек. И тогда с этим выбором, то, что я принимаю вот эти заповеди первую очередь, и тогда я буду уточнять, что не выходит брань, не выходят плохие слова из моей речи. Я уточняю, что я не вру, не лгу, не манипулирую, не делаю больно другим людям, не злословию и так далее. На это все-все-все митсвот, которые кажутся ритуальными, духовными, между мной и Всевышним, о, тогда я по-настоящему могу приобрести их смысл, потому что они мне помогают, и в итоге я увижу, как они мне служат, потому что я по-настоящему мог стать лучшей версией себя. И тогда действительно я выбираю, понимаю, что не только что мой выбор принять митсвот, их практиковать, меня не ограничивать, наоборот, он меня освобождает, наоборот, он меня открывает врата. Это привилегия, как мой друг из Эстонии как-то сказал, как он начал все соблюдать. Когда он вдруг понял, это привилегия, это плюс, а не минус. Так это праздник шевод, извините, когда-то к этому зашел и поговорил об этом чуть больше, чем планировал. Но это важная, это важная, важная мысль. И есть праздник, который посвящен будущему. Еще раз, Песах – прошлое, шевод – настоящее, праздник Суккот – это праздник будущего. Паздник будущего. И несмотря на то, что праздник Суккот, он в память чего? В память того, что когда мы вышли из Египта, Всевышний посадил нас в Суккот, мы жили в эти Суккот, в эти шалаши, но они символизируют ту духовную, которая тоже выражалась физически, защита Всевышний, вот облака славы, которые защищали народ Израиль во время исхода из Египта и 40 лет в пустыне. И мы говорим, что это память, то есть праздник Суккот, он в память исходит из Египта. Все равно этот праздник готовит нас к будущему, готовит нас к получению того света, того освещения, того наполнения, который ждет нас в будущем. Как я буду знать, что я дошел к этому невероятному будущему? Та идея, которую пророки нам говорят много раз, когда, как написано, «Коль миш пехота Адама», когда все семьи земли, семьи земли, придут праздновать праздник Суккот в Иерусалиме. Тогда я узнаю, что я туда дошел. Это праздник будущего. И пока мы еще не там, но каждый праздник мы это празднуем, мы это ждем, мы к этому готовимся, и к этому целимся, потому что в итоге все народы мира, все семьи мира придут и будут праздновать праздник Суккот, как мы говорили об этом в предыдущих годах, и сегодня вечером еще будем об этом говорить. Праздник Суккот указывает о универсальность. Это наш, можно сказать, по-настоящему универсальный праздник в Тории. Не только национальный, если Песах очень национальный праздник, Суккот это именно универсальный праздник. И как написано в Ишайя, 4 глава, 6 абзац, Вес Суккат и Елецель Йоман. И Суккат и Латшалаш станет, или принесет нам тень днем. Когда день и солнце сильное, Суккат даст нам приятную тень. Из-за этого, так как праздник Суккот посвящен к будущим, это означает, что праздник Суккот также приносит с собой большую-большую радость, милосердие и радость. Милосердие и радость. Из-за этого в Тории написано, что праздник Суккот это праздник вашей радости. И в этом празднике, в этом празднике будь только радостным. Это праздник, который связан с большой-большой радостью. И можно сказать, что пик этой радости был в момент, когда в Иерусалиме, когда храм стоял, качали воду. И этот процесс, когда выкачивали воду из родника и так далее, это был момент такого праздника и такой радости, что мудрецы потом нам пишут, что если вы не жили в этот момент, если вы не видели, не прожили то, что называется Симхат Бейта Шойва, радость, дом, который в нем качали воду, вы, скорее всего, никогда не радовались по-настоящему. Настолько говорят, что радость там была мощная. Почему? Потому что ты ждешь ту идиллию, тот утопический мир от утопий, мир, который в будущем, грядущий мир, который нас ждет, это мир, который в нем нету боли, нету страданий, нету смерти, нету страха, нету изъяны, нету болезни. Это идеальный мир. И мы его ждем. Праздник Суккот указывает на это мир, и из-за этого этот праздник полный с радостью. Полный с радостью. Когда мы говорим о будущем, и мы начинаем думать о будущем, на самом деле нету никаких ограничений, кроме ограничений, которые мы сами в своей голове кладем. То есть в прошлое, то, что было в прошлое, есть в прошлое. Кажется, что я не могу менять, unless я практикую тешува. Помните, как мы говорили, когда мы изучали меси целу, лаоша шана, йом кипу. О настоящем. Верно. Есть очень много, на что я могу повлиять, но все равно на данный момент, например, я себя плохо чувствую. Из-за этого есть какой-то ряд ограничений, которые я действую в нем. В соседней комнате дети спят. Из-за этого я говорю более тихо. Не только потому, что я потерял голос, но тоже потому, что я не хочу их разбудить в этой ночи. А в будущем там границ нет. По-настоящему нету границ. Из-за этого, каждый раз, если вы думаете о будущем, а там есть какие-то границы, какие-то страхи, какие-то невозможности, какие-то ограничения, значит, вы не по-настоящему думаете о будущем. Как говорится, наш потенциал, это тот потенциал, который мы даже не знаем, что он у нас есть. Потому что, если я представляю, что у меня есть какой-то потенциал кем-то стать, что-то заработать, что-то преодолеть, это уже не потенциал, потому что я могу это у себя представить. А потенциал, это даже то, что я не могу себе представить. Есть такая мысль, есть такая идея. И так как эта мысль, она где-то там, то есть мы еще не там, мы только окружаем ее, из этого говорим в Пазник Суккот, что в Пазник Суккот мы притягиваем окружающий свет. Окружающий свет – это свет милосердия, который нас окружает, который нас защищает, и который также символизирует будущее. Почему? Потому что это как мы в том будущем, который мы еще не там, не внутри нем, а мы только вокруг этого будущего. Так это окружающий свет, который вокруг нас, но внутри нас еще не зашел. Так из-за данной точки, который нас защищает, но он еще нас не наполняет. Я надеюсь, что это понятно. Из этого Пазник Суккот, каждое утро мы начинаем утреннюю молитву, продолжаем после Амиддар, индивидуальной молитвы, мы читаем халель, во время халель, большинство общины, как раз в то время, когда мы берем люля, в ятрог, четыре растения, мы их трясем. И когда мы завершили халель, завершили трясти люля, мы еще не кладем эти четыре растения, а мы их продолжаем держать, и мы окружаем с ними Тору. Осознать это будущее идеальное, которое находится в Торе, которое Тору может меня наполнить, в первую очередь я ее окружаю. Потом, дай Бог, сейчас завершаются праздники, и тогда я смогу взять эту Тору и через нее с помощью Тору наполнить себя своим светом, который до сих пор был окружающий, и дай Бог сейчас станет внутренним. То есть, Он войдет во мне, или, другими словами, в другой картины, и я зайду в то будущее, которое о нем я мечтал, которое о нем я думал, которое меня ждет, которое к нему я подключился во время праздника Суккот. И из-за этого очень красиво, что сам люляв, это роги и так далее, все четыре растения, должны быть наши, лично из-за этого, если у кого-то нет, придет другой человек и скажет ему, послушай, возьми это в подарок. И в момент использования это абсолютно твое. Потом только вери мне обратно в подарок. Почему должно быть мое? Потому что четыре растения символизируют то, что я да уже принял, то, что я да уже принял, то, что уже да есть во мне, и я трясу с помощью того, что есть во мне, я трясу от себя этот люляв, и потом обратно трясу к себе. С помощью того, что уже у нас есть, слава Богу, что оно есть, с этим надо уметь работать, и с этим мы работаем, мы работаем с помощью этих четыре растения, и продолжаем работать весь год. А потом, с тем, что есть, мы начинаем окружать сторону, и окружающий свет, который мы, к нему подключаемся, и также подключаемся к окружающему свету, когда мы сидим в суке, этот шалаж, который нас окружает, тоже это нас окружает. Готовимся к тому невероятному будущему, который, дай Бог, сможем реализовать в ближайший год. Так что, это одна мысль, из нескольких, которые мы приготовили для сегодняшней ночи, и которые мы хотели обсудить. И я надеюсь, что сейчас лучше понятно, что означает, что Песах – праздник прошлое, Шавот – праздник настоящее, и Хак Сукот – праздник будущее. Сейчас как раз седьмой день, к которому мы зайдем, заходим уже, и будем его продолжать. Мы сейчас делаем три минуты паузу, буквально три минуты. Можно себе налить чай, кофе, и мы продолжим.